Ну вот, в принципе, уже видно, вот, видно, что она вышла на воду, на поверхность пошла. 99% что здесь будет хороший, хороший колодец будет здесь. Чаша, наполненная горохом, да ловкость рук. Столь нехитрым способом художник-самоучка Юрий Николаевич Бобровский ищет воду. Причем весьма успешно последние 10 лет. Вода-то, она все равно идет по каким-то руслам. Она же не идет сплошным потоком под землей. Поэтому не каждый умеет найти это, конечно. Ну вот, такой способ позволяет найти. Все началось с того, что однажды Юрий случайно обронил на землю пакет с горохом. Ну а когда собирал крупу, неожиданно наткнулся на ручеек. С тех пор крошечные горошины – неизменный атрибут в процессе поиска. Причем, кроме самого Бобровского, воду при помощи гороха больше никто на земле не ищет. Я бы не хотел все рассказывать, все нюансы, потому что это эксклюзивный метод. Кому надо, в нашем поселке приходят ко мне. Я им помогаю, выручаю. Весть о том, что в поселке Подсамары появился человек, способный необычным способом найти воду, быстро разнеслась по округе. О, привет. Привет, ну когда ты придешься ко мне? О, мне надо это, ты что, деньгами тебе заплатили, воду провести. Ну, заплатите. Ну, я заплатила бы тебе. Это пятый-десятый, у меня сейчас пока времени нет. Ну вот, заказы не успевают. Одни приходят, вторые приходят. Метод Бобровского. Именно так прозвали жители Самарской области способ, который использует Юрий, и он почти безотказен. Разбросал горошины по участку, и все. Надо ждать результат. Сеет доброе и вечное. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Добрый день. Ну что, два дня прошло. А ну, как раз смотрим, вот идем посмотрим вместе. Юрий Николаевич, вооружившийся лопатой, вспахивает горох. Процесс этот ответственный, а потому Николаевич иногда сомневается. Вот по этому ряду прошлись. Нет ничего там, нет ничего. Вот здесь малинники. Однако, твердая рука и наметанный взгляд делают свое дело. После нескольких неудачных попыток в начале, позже, как правило, приходит успех. Здесь больше всего мне нравится место. И удобное расположение. И больше всего, так сказать, надежды, что здесь есть вода. Есть вода, будет и колодец. Проверенный метод и на этот раз не подвел. Хозяева будут довольны, я доволен. Маленькое материальное вознаграждение. Не сказать, что много, но некоторые хорошо, вот некоторые богатенькие платили хорошо, потому что им не жалко. А кому? Простым людям, ну сколько дадут, сколько дадут. Юрий Бобровский находит воду с гарантией, а потому к найденным ранее источникам иногда возвращается. Михалыч, ты где? О, привет. Ну, равай, хвастай. Ну, что, все нормально? Нормально? Нормально. Водичка. А это, ну, уровень нормально стоит? Да, вот уже второй год нормально, все, да. Все хорошо. Ну, ничего, 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 да, где-то метра полтора есть. Пока достаточно, а там уже потом она прибывает, и что? Как ни пытались местные жители выведать у Бобровского секрет поиска, так и не смогли. Но неужели вправду во всем горох виноват? Завали геодезию, весь двор облазили, ничего, воды сказали на участке нет. А Юрий Николаевич попросил, он пришел, горохом посыпал, и через два дня сказал, копайте вот именно здесь. Выкопали, и точно вода есть. Горох посыпал, горохом, и все. Впрочем, предсказывать по гороху, где таится вода, это не единственный дар художника-самоучки. С земными недрами у Бобровского сложились особые отношения, поэтому случаются и прочие чудеса. Ну, была гора, долгое время она у меня была не закончена, и вдруг мне что-то в голову пришло нарисовать вот эту вот дымовую вот эту вот завесу. Не успел сделать вот этот дым, подрисовать. Тут же буквально в течение недели произошел вот в Исландии выброс этого кратера. Совпадений? Ну, я не знаю, но таких совпадений очень много. А недавно Бобровский удивил самарскую общественность новым открытием. Он почему-то решил, что самолеты – это вчерашний день, и всех авиапассажиров решил пересадить на летающую тарелку, которую сам же и изобрел. Вот у меня чертежи, у меня были чертежи, все, вот примерно. Примерно так вот она должна выглядеть, мой аппарат летательный. Никто не пытается даже слушать. Либо считает, что это глупость какая-то, наверное, я так думаю. Вот. Ну, либо просто никому не надо. А еще Юрий Николаевич – музыкант. Воспевает Волгу, Жигулевские горы, ну и родной город Самару. Ты не забывай, ты не забывай, ты не забывай мой новый номер. Будет грустно, непременно позвони. Здравствуй и прощай, здравствуй и прощай, здравствуй и прощай, любимый город, город юности моей и любви. Но, скорее всего, Юрий Бобровский – просто счастливый человек. Ведь помимо той пользы, которую он приносит людям, он ни на минуту не забывает и о своей душе. Не водой единый жив человек, это точно сказано. Правильно заметили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова